Стрельба в аэропорту под Парижем. Неизвестный напал на женщину-солдата и пытался отобрать у нее оружие. Потом пытался сбежать, но коллеги военной убили нападавшего. Подробности узнаем у нашего корреспондента Елены Абрамович. Елена, расскажи, что тебе известно? Татьяна, аэропорт Орли находится в 15 километрах от Парижа. Для того, чтобы выяснить, что же случилось и обеспечить безопасность, туда направили более 450 сотрудников правоохранительных органов. С аэропорта эвакуировали около 3000 человек. Западный терминал уже возобновил работу, а южный, где и произошло нападение, закрыт до завершения предварительного следствия. Нападение случилось этим утром. По словам очевидцев, мужчина атаковал женщину в военной форме и пытался забрать у нее оружие. Он держал ее за шею и в то же время схватил за руку и за ее оружие. Когда мы это увидели, поняли, что все серьезно. Убежали вниз по ступенькам, а потом услышали два выстрела. Мы услышали выстрелы, но сначала не поняли, что это. Подумали, наверное, что-то упало на пол. Но потом услышали 3-4 выстрела и решили это нападение. После того от всего менеджмента начали поступать сообщения. Убегать. Появилась полиция, началась паника. Все толкались и падали. Отобрать ружье злоумышленнику не удалось. Это уточнил министр внутренних дел Франции. По его словам, нападающий пытался спрятаться в ближайшем магазине, но военные его догнали и застрелили. Известно, что преступнику 39 лет. И этим утром в пригороде Парижа с его участием случилось еще три инцидента. Мужчина был замечен в ВИТ-3. Он угнал автомобиль и угрожал сотрудникам бара. Он также имеет отношение к инциденту во время контроля Гаржлиганес в 6.15 утра. Во время проверки что-то пошло не так, и он открыл огонь по полицейским. Один из стражей порядка получил легкие ранения. Сейчас следствие выясняет, была ли это попытка теракта. К слову, военный патруль в аэропортах и многих других общественных местах последние полтора года во Франции это уже обычная картина. Со времен теракта в Париже это ноябрь 2015 года, и до сих пор там повышенный уровень безопасности. Тогда, напомню, погибли 130 человек. А прошлым летом в Ницце на набережной грузовик врезался в толпу. Погибли 86 людей. Татьяна. Спасибо, Елена. Это была наша корреспондентка Елена Абрамович.